Всем привет! И наконец-то Tour Travel на пляже отеля Rixos Charm-al-Sheikh. Этот обзор мы посвятим исключительно пляжу. Почему? Потому что много наших клиентов задают вопросы, особенно те, кто отдыхают с детьми, по поводу понтона, самого пляжа, детской зоны. Поэтому мы решили снять полноценный обзор, посвященный именно пляжу этого отеля. Итак, сейчас мы, условно говоря, находимся в начале пляжа и видим с вами такой летний дискотечный, можно сказать, комплекс. Обратите внимание, сцена, все по-серьезному, диджеи, экраны. Здесь у нас мы еще рядом разместим обзор пенной вечеринки. Нам очень понравилось, круто вообще. Посмотрите. Вообще, можете сразу подписываться на канал, потому что мы стараемся снимать как можно больше видео, посвященных туризму, отелям, выбору отелям. Скажем, даже это, наверное, самое основное направление наше. Дать нашему туристу возможность выбрать, увидеть и не ошибиться в отдыхе, скажем так. Ну что, идемте путешествовать по пляжу. Смотрите, обратите внимание, здесь устраивается еще вечерняя анимация, не каждый день, но оно тоже заслуживает своего внимания. Пляж, смотрите, мы проведем вот такая променада. Пляж относительно небольшой, но он лаконичный, компактный и очень уютный. Часть пляжа, вот вы видите, разделена условно на две части. Часть в траве, часть в песке. Смотрите, мы сейчас отходим к песочной зоне. Вот вы видите уровень лежаков. Вот так они выглядят. Такие вот, гумболосные ясики. Пляж довольно чистый. Вот этот понтон, по которому тоже часто задают вопросы. Обратите внимание, он есть спуск в небольшую бухточку. На самом деле понтон, вы видите, он небольшой. Небольшой. За ним сразу, скажем так, уже следующий понтон. Это соседний отель. Соседний, то есть, на самом пляже Риксоса только один понтон. Вы сейчас его видите. Он, там две лестницы и сразу обрыв метров, примерно метров 20, около того. Обзор, видеообзор подводный мы тоже снимем. Вы увидите рядом с этим видео. Поэтому на это отвлекаться не буду. Ну что же, идем дальше по пляжу. Вы сами убедитесь, пляж небольшой. Здесь одна зона пляжа полотенец. Вот она находится возле непосредственно этого развлекательного комплекса. Ну и, как вы видите, довольно немноголюдно. Хотя мы сейчас находимся, наверное, в самый разгар. около 12 часов дня, когда все уже пороснулись, позавтракали и вышли на пляж. Вот отдельно, покажу вам, есть такие платные бунгало. Стоимость зависит от наполнения. Там есть сейф, холодильник. Ну, сейчас выберем какое-то бунгало и подойдем к нему поближе. Сейчас мы подходим с вами в бару. Очень популярное место среди наших туристов. Релакс-зона. Сейчас я вам покажу. Ну, очень часто, ежедневно, представлена живая музыка. Здесь исполняют различные алкогольные напитки иностранного производства. Ну и вот здесь вот уголок живой музыки. Ну, мы слышали скрипку, белончель, гитара. Симпатично. Идем дальше. Ну, а вот нам на пути попадается свободное бунгало. Мы его так называем, как правильно называется он. Вот то, что есть холодильник, сейф, телевизор какой-то LCD. Ди там 26 дюймовый. И вентилятор. Вот сразу практически недалеко от бара находится пляжный ресторанчик. Мы тоже снимем обзор, показываем вам его. Поэтому отвлекаться не будем. Ну что, вот такие вот живые поспособления. Ну, вот с детками, в теньке, на травке, в песочке. Кому как нравится. Ну, и какая-то есть элитная площадочка. Надо будет поинтересоваться о ее стоимости. Я думаю, вы все найдете в номере. Вся информация есть. Или на сайте отеля. Подойдем, посмотрим с вами на гамак. Вот такие вот бомбы made in Egypt. И волейбольная площадка. На сегодняшний день почему-то никто не играет. Но это все зависит от желания отдыхающих. Ну, и давайте пойдем дальше. Мы с вами видим детский губ. Детский губ. Очень актуальная тема среди наших туристов. Зайдем, посмотрим. На самом деле здесь присутствует Rixi Club. Мега круто. До ребенка отдали. Утром забрали в 11 вечера с ним. Полностью занимаются, кормят, смотрят. Анимация мега. На самом деле в Египте еще такую не встречали. То есть, если вы хотите отдохнуть с детьми, но при этом, чтобы дети вас не отвлекали, тоже получили массу удовольствия, вам сюда. А это зона на пляже, посвященная детским развлечениям. Горки, инструктора. Ну, и сейчас мы еще ответим на один очень важный и часто задаваемый вопрос среди наших клиентов по поводу детского моря. Как ребенку очень маленькому покупаться Шарм-эль-Шейхи, который ему свойственно коралловый берег. Вообще, очень мало пляжей с песчаным входом. Смотрите, мы подошли к концу пляжа, принадлежащему Эрикасу Шарм-эль-Шейху. И как раз здесь находится небольшая песчаная ну, бухточка с песчаным входом, где вы можете вот сейчас я зайду вместе с вами. Я думаю, купились, я захожу босиком без коралла. И вы здесь можете поплавать с маленькими без проблем зайти, выйти. Очень непробно. Для тех, кто путешествует с этим нет в возрасте наверно от нуля до четырех. Да, с более старшего возраста можно пробовать плавать из-за на этом обзор пляжа Стритсеса заканчивает. У нас будет много обзоров, посвященных именно этому отелю, исключительно посвященных вопросам, которые нам чаще всего задают ваше тело. А кому было полезно и интересно, жмите палец вверх, подписывайтесь на наш канал, становитесь нашими клиентами. Мы всегда будем рады видеть вас у себя. Всего доброго! Продолжение следует...